Всем привет! Меня зовут Александр Голанцев и я занимаюсь Tableau в компании BioConsult. Сегодня я вам расскажу о прогнозировании в программе Tableau Desktop, какие есть виды, какие есть тонкости и вообще все, что касается прогнозирования в Tableau. Мы будем использовать классический датасет Tableau Sample Superstore для прогнозирования продаж. И таким образом мы постараемся узнать и понять, какие продажи будут в будущем. Сферой применения прогнозирования может быть, например, бюджетирование. То есть у нас есть магазин, который продает различных видов товаров, например, по различным категориям. Например, канцтовары, мебель и технику. И нам нужно поставить задачу отдела бюджетирования тем, чтобы они заложили определенные продажи в будущие затраты на каждую из категорий. Таким образом, используя Tableau, мы берем уже существующие данные по продажам, табло их анализируют и в дальнейшем выдает результирующие продажи, которые могут быть в будущем. В другой сфере применения можно обозначить, например, общий пит. То есть, допустим, у нас кафе и нам необходимо опять-таки понять, сколько посетителей будет в будущем. Примером может являться какие-то праздники или другие широкие мероприятия, которые напрямую повлияют на количество людей, которые посетят наше кафе. Для этого мы также вводим в табло некоторые показатели, все правильно настраиваем и мы будем узнать, сколько будет людей у нас, сколько людей пройдет через наше кафе и таким образом мы можем подогнать количество сотрудников. Если будет мало людей, то наоборот может быть кого-то освободить от смены, а если будет много, то наоборот добавить количество людей. Теперь мы можем сами попробовать сделать прогноз продаж на основании тех данных, которые у нас есть. Создаем новый лист, перетаскиваем дату заявки в столбцы, сразу из нее делаем месяц, продажи в строчке и можем сделать прогноз. Входим в вкладку Analytics, Forecast, приносим сюда и получаем прогноз. Теперь у нас есть прогноз продаж на несколько месяцев вперед. Давайте посмотрим на прогноз продаж в разрезе различных категорий. Теперь у нас тоже есть. Также можно добавить цвет для каждой категории. Вы могли заметить, что помимо того, что изменился цвет каждой категории, у нас также пропал разрыв между предсказанными и реальными значениями. Это произошло из-за того, что мы убрали Forecast Indicator, который находится вот здесь. Так что давайте вернем обратно и будем продолжать работать с прогнозами. Следующий этап. Давайте посмотрим, какие у нас есть опции прогноза. Мы заходим на предсказанное значение, вкладка Forecast, Forecast Options. Здесь есть несколько блоков различных настроек. Первое – это насколько далеко у нас уходит прогноз. Автоматически у нас выбрано 13 месяцев, однако мы можем выбрать любое количество. То есть, в данном случае, хоть, например, 2 года или 3 года. Тем не менее, так далеко не хотелось бы смотреть. Давайте будем смотреть автоматическое значение. Следующее – это идет агрегация. Мы видим, что у нас данные помесячные. Значит, должны мы предсказывать на какое-то количество месяцев вперед. Если мы выберем что-нибудь другое, например, дни или кварталы, то у нас это не будет работать. Вот эта вкладка Ignore Last говорит о том, что мы игнорируем последний месяц при предсказании. Дело в том, что если у нас месяц не полный, а мы будем использовать его в результирующих значениях, то результат у нас будет некорректный. Следующая вкладка позволяет заполнить пропущенные значения нулями. Иногда это хорошо, иногда это удобно, но не всегда, например. Потому что это может испортить тренд, если мы будем использовать ноль вместо каких-либо реальных значений. Тип предсказания модели. У нас есть несколько вариантов. Использовать сезонность, не использовать сезонность. И кастомная модель. Кастомная модель предполагает для двух переменных предсказания различные настройки. То есть мы можем иметь тренд, так и не иметь тренд. Аналогично сезонностью. Более того, она может быть аддитивной или мультипликативной. Для того, чтобы поподробнее об этом узнать, вы можете перейти вот сюда и почитать поподробнее. Давайте посмотрим различные варианты и посмотрим, какой больше всего нам подходит. Если мы будем использовать мультипликативную, то разброс такое ощущение стал посильнее. Давайте будем использовать в обоих случаях аддитивную и смотреть, какие результаты нам дает. Последнее это включение или отключение предсказательных интервалов. Если мы их отключим, то очевидно не очень будет понятно, что является предсказанием, а что реальным значением. Однако, если мы включим, то появляется сразу область, внутри которой будет находиться предсказание. То есть на 95% модель уверена, что в 95% случаях модель будет точно предсказывать значение внутри этого интервала. Если мы поставим 99%, то естественно интервал увеличится. Давайте оставим 95% и ставим этот интервал. Еще одной специфической чертой предсказаний является то, что мы можем добавить в тултипе всплывающей подсказки дополнительную информацию о предсказании. Давайте так и сделаем. Переносим сюда продажи, добавляем их в тултип. Сейчас у нас добавились просто продажи предсказания. Поэтому мы можем использовать focus result и изменить его. Можем добавить точность и посмотреть, что выдается. Мы видим, что в разрезе на плюс-минус 14% с небольшим процентом у нас продажи попадает в интервал. Также давайте добавим значение верхней и нижней границы. Таким же образом. Переносим продажи, зажимая control. Focus result. Сначала добавим верхний интервал. Аналогично поступаем вот так. И добавляем нижний интервал. И теперь мы видим, что у нас в мае 2016 года в категории констовары предсказание продаж составляет 134 тысячи. Но при этом возможен разброс плюс-минус 15% от 113 до 155 тысяч. Все это позволяет сказать о том, что у нас продажи на 95% будет больше 100 тысяч. Мы можем использовать любой другой доверительный интервал. И возможно сказать еще более точно. Также для большего удобства давайте добавим трендовую линию. В данном случае линейную. И мы видим, что мы видим о первых уравнение этой линии. И видим, что ее угол положительный. И R2 при этом составляет довольно ощутимое число. Таким образом, мы с большей частью может быть уверены, что продажа будет положительной. И то, что прогноз в данном случае, если не изменятся никакие фундаментальные факторы, будет показывать верные будущие значения. В целом, это все, что хотелось бы рассказать о прогнозе. Всем спасибо за внимание. До свидания.